Субтитры предоставил DimaTorzok Наш Северский район отмечает свой 95-й юбилей. И мы все стремимся к тому, чтобы все станицы нашего района были красивыми, ухоженными. И, конечно же, наша любимая Северская. Она всегда славилась чистотой, красотой. Призываем вас всех в порядку и, конечно же, к любви к нашей Станице Северской. Такие мероприятия помогают людям сообща навести порядок, избавиться от мусора, облагородия территории, придать нашим улицам цветущий облик. Самое главное, что субботники – это хороший пример для подрастающего поколения. В здоровом теле – здоровый дух. В Северском районе отпраздновали Всероссийский день физкультурника. Праздник собрал всех от мала до велика, для кого спорт не отъемлема часть жизни. Открылось мероприятие аппаратом флагоносцев. Ровные ряды спортсменов нашего района поприветствовали гостей мероприятия. Каждый должен знать, каждый родитель должен знать, что большой спорт начинается с малого. Вот с таких вот маленьких спортивных площадок, стадионов, дворовых игровых площадок. Потому что тот, кто ведет здоровый образ жизни, является примером для детей и наших внуков. Хочу, чтобы и впредь мы занимали самые призовые места. Хочу, чтобы и впредь Северский район был передовым именно в спортивных достижениях. С праздником, дорогие земляки! С юбилеем! По традиции, хорошее настроение всем гостям праздника подарила хореографическая студия спортивного танца «Диана». 2019 год для Северского района оказался богат на награды. На Спартакеаде трудящихся Кубани наши спортсмены завоевали второе и третье место по волейболу, второе по вольной борьбе и третье по легкой атлетике. Участие в Спартакеаде пенсионеров Кубани принесло второе место по легкой атлетике и третье по плаванию. В Спартакеаде России среди людей с ограниченными возможностями здоровья в соревнованиях спортсмен Артем Кастанян занял второе место по игре боча, а Дарья Куприя – третье по легкой атлетике. Всех спортсменов, добившихся высоких результатов, наградили дипломами. Уже стало доброй традицией проводить Спартакеаду среди городских и сельских поселений. На мероприятии наградили победителей. Я сегодня вас поздравляю с замечательным праздником. Желаю всем хорошего настроения, радости встречи, здоровья, процветания, благополучия. И от имени министра спорта Краснодарского края Андрея Сергеевича Маркова передаю большой привет. Мы вместе сила и мы непобедимы. С праздником, дорогие друзья! С днем дискультурника! Как и полагается, продолжился спортивный праздник соревнованиями. Они проходили по таким дисциплинам, как смешанная эстафета 4 по 100, перетягивание каната, арм и масс-рестлинг, шахматы, мини-футбол, пляжный волейбол, уличный баскетбол. Спортсмены с упорством и рвением вступили в борьбу за первые места. Активную поддержку им оказывали болельщики. Я с детства слышал про ГТО, как родители говорили об уникальной спортивной системе, которая позволила победить в войне, возродить страну и воспитать первых чемпионов. Сейчас, как состоявшийся спортсмен, понимаю, насколько важно и значимо, что родители с самого детства привлекли меня к занятию спортом. Только вперед и только вверх. Не сдаваться и работать над собой. Вдохновляться примерами лучших. Никогда не опускать планку и покорять новые высоты. Победим вместе. Зачем он тебе нужен? Рано или поздно он тебя бросит. Не усложняй себе жизнь. Нет, не бросит. Никогда. Я его уже люблю. Поздно. Но вам негде жить. Мне все равно. Он мой. Я его никому не отдам. Я же тебе сказала, люблю. Да что ты знаешь о любви? Ты еще молодая и глупая. Избавься от него. Мам, ты не понимаешь. Я твои ошибки не повторю. Я его сохраню. Это мой малыш. Антитеррористическая комиссия Краснодарского края предупреждает. Заведомо ложное сообщение о взрыве, поджоге или другой угрозе наказывается штрафом до 2 миллионов рублей или лишением свободы до 10 лет. Такие сообщения – сигнал для оперативного реагирования спецслужб. Наказание за телефонный терроризм неизбежно и сурово. В бельгийском зоопарке Пайридайза, что в шести километрах от Брюсселя, родились два здоровых детёныша панды. Мама – десятилетняя Хао Хао. Сначала она родила самца. «В 13.26 появился первый детёныш. Это произошло так быстро, что просто невероятно. Он сразу стал кричать. Мать взяла его в свой рот и сразу переместила под защиту. Хао Хао – очень хорошая мама». Затем родился второй детёныш. Он оказался самкой. «Мы надеялись, что будет второй. Ведь это возможно. И нам преподнесли сюрприз. Кто-то закричал из помещения, где была Хао Хао, что родился второй детёныш». Рождение панд-двойняшек – крайне редкое явление не только в зоопарках, но и в дикой природе. А если они рождаются, то самка обычно оставляет только одного. Хао Хао не в первый раз становится мамой. В прошлый раз потомство у неё появилось в 2016 году. У больших панд срок, когда они могут забеременеть, составляет всего 24 часа в год. Поэтому разводить этих животных в неволе крайне сложно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова